В Индии сегодня за 390 тысяч заболевших. Эта неделя стала самой беспощадной с начала пандемии. Катастрофический дефицит кислорода для больных, исход рабочей силы из городов в деревне и вакцинный кризис. Одной из первых свою помощь Нью-Дели предложила Москва. Уже через несколько часов после телефонного разговора Путина и Моди российские Ил-76 доставили в столицу Индии более 22 тонн высокотехнологичной и остро востребованной гуманитарной помощи. Ну а накануне в Нью-Дели прибыла первая партия спутника ВИ. Мой коллега Дмитрий Мельников отправился туда, где российская вакцина уже начала борьбу с индийским штаммом. Индия посылает миру сигнал в СОС. В стране более трех миллионов активных случаев заболевания ковидом, а прирост новых инфицированных приближается к полумиллиону в день. Не хватает лекарств, коих в больницах медицинского кислорода, вакцин. Этот специальный борт из России доставил такой долгожданный в Индии спутник ВИ. Вот в этих контейнерах находятся первые 150 тысяч доз вакцины спутник ВИ для Индии. Сейчас их перегружают из рефрижераторов в специальные помещения, где соблюдается строгий температурный режим. И уже в ближайшие дни спутник ВИ станет доступен и для простых индейцев. Одна из самых эффективных вакцин от коронавируса в мире. Спутник ВИ способен защищать и от индийского штамма. В первую фазу в Индию привезли уже готовый препарат. Затем в течение этого месяца начнутся поставки сырья для производства. И, наконец, к началу лета Индия запустит и собственные мощности для изготовления спутник ВИ. Позвольте мне выразить слово благодарность правительству Российской Федерации. 22 тонны гуманитарного груза из России, которые в середине недели прибыли самолетами МЧС, тоже лишь первая часть помощи от нашей страны. Неожиданной и даже оскорбительной для Нью-Дели оказалась позиция Вашингтона, называвшего себя главным союзником Индии. Когда ежедневный рост числа заболевших здесь стал набирать критические темпы, США, как это бывало не раз, запретили экспорт компонентов для изготовления вакцин. И лишь когда весь мир уже стал свидетелем этого охватившего страну ужаса, Соединенные Штаты были вынуждены отправить в Индию необходимое для производства вакцин сырье. Но вирус к тому моменту уже был здесь полноправным хозяином. В считанные дни кислородные баллоны стали новой валютой в Нью-Дели и других крупных городах Индии. Запрет властей на использование кислорода в любых целях, кроме медицинских, и даже закрытие автомобильных заводов в стране, чтобы обеспечить кислородом пациентов, ожидаемого результата не дали. Каждый день в больницах Индии пациенты с ковид гибнут от удушья. Когда я вошел в палату, мой отец лежал там уже мертвый. Позже медсестра сообщила мне, что в тот день в больнице кончились запасы кислорода. На людские трагедии моментально среагировали черный рынок и мошенники. Людей обманывают, оставляя и без денег, и без необходимого кислорода. Огромное количество людей обмануло меня, предлагая купить у них баллоны с кислородом. И мой отец так и не дождался помощи. А на кремационных площадках в Нью-Дели закончились запасы древесины для традиционных погребальных костров. Для сожжения умерших от ковид власти индийской столицы разрешили вырубать деревья в парках. На этой неделе полиция Нью-Дели обратилась к властям города с просьбой выделить дополнительные места для кремационных площадок. Те, что существуют, уже не справляются с количеством умерших. И под уличные крематории в крупных городах приходится переоборудовать парковки и пустыри. Все эти дни, пока вирус победно шагал по стране, в Индии продолжались местные выборы. Одна из самых ожесточенных политических битв шла в штате Западная Бенгалия. Одновременно с подсчетом голосов в штате начали фиксировать и местный штамм коронавируса, который индийская пресса уже окрестила бенгальским. Каждый второй тест, взятый в последние дни в столице штата Калькутти, оказался положительным. Дмитрий Мельников и Владислав Дадонов. Вести Нью-Дели. Хайдарабад. Индия.